Что будет с долларом и почему я не интересуюсь курсом доллара и не занимаюсь долларами? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я опубликовал в своем чате для тех, кто закончил курс биржи для чайников, следующее сообщение. Я переслал это сообщение из чата Market Tweets. Давайте я прочитаю его полностью. Группа из 16 крупнейших европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей европейской платежной системы. То есть Европа наконец-то решила создать свою платежную систему. EPI. Решение будет сосредоточено на проведении мгновенных платежей, в частности напрямую с карты на карту P2P. Система станет новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций, включая платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы. Список из 16 банков включает испанские банки BBVA и Santander, французские BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, La Banque Postale и BPCE, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank и Шпаркассы, Бельгийский KBC, Unicredit и ING. Я вам скажу так, что это очень крупные европейские банки, и они вполне способны, естественно, создать такую систему. И я, когда опубликовал вот этот ретвит в чате из Market Tweets, я написал, что вот оно, дедоларизация продолжается потихонечку мира. То есть, к чему это? К тому, что роль доллара постепенно снижается. Меркель говорит, что надо нам постепенно начинать строить мир, где Америка не будет доминирующей страной. Вот о чем речь идет. Этот процесс идет крайне медленно. И у меня сразу же вопрос там задают, говорит, что это значит? Это значит, что доллар может упасть, и что рубль там вырастет. И что я хочу сказать? Смотрите, дело в том, что доллар – это валюта США, и пока еще это ведущая мировая валюта, и она еще долго такой будет. Что такое рубль? Рубль – это валюта отдельно взятой страны, то есть Россия, и, боюсь, что она долго такой будет, отдельно взятой страны, несмотря на попытки создать там какие-то валютные союзы. Вот. Это ровным счетом ничего не значит. Это просто один камешек, вот одна капелька, которые вот потихонечку капают, капают по поводу ослабления роли доллара и роли Америки. Все. И как это отразится на курсе доллара? Просто вот такой вопрос прямой, да? Доллар упадет. Да никак. И к чему я клоню? К тому, что большинство людей в нашей стране, как только открывают брокерский счет, сразу идут, куда покупать доллары, потому что доллар всегда растет, либо, значит, да нет, покупать доллары просто, либо спекулировать долларами. Купил-продал, купил-продал, купил-продал. И почему я этим не занимаюсь? Смотрите. Доллар и курс доллара к рублю, тем более. Это очень сложный инструмент на бирже. Наверное, это самый сложный инструмент на бирже, который мы можем придумать. И все, просто вот все идут туда. Почему-то сразу. Потому что, ну, привыкли мы. Мы привыкли в 90-е годы, когда у нас была гиперинфляция. Первое, что мы делали, когда получали деньги? Мы покупали доллары. Тогда это было правильно. Сейчас нет. Сейчас ставки снижаются всюду. И в том числе у нас. У нас инфляция остановлена. И у нас есть масса всяких людей, которые кричат, что, а, все, рубль упадет, доллар вырастет, скупайте доллары. Здесь все крайне неоднозначно. И когда покупать доллары, а когда продавать их, тем более за рубли, не ясно. Курс доллара к рублю зависит от такого количества факторов, за которыми мы просто не можем уследить. Это, прежде всего, это, конечно же, внешнеторговый баланс. То есть у нас есть приток долларов в страну и есть отток долларов из страны, когда мы покупаем что-то за рубежом какие-то. Ну, все мы покупаем импортные товары, в частности, там всякие телефончики, смартфончики. Это же все за доллары привезено. Откуда? Из Китая. Но с Китаем мы тоже торгуем за доллары. Вот в чем дело. Нефть мы продаем за доллары. То есть мы за нефть получаем деньги, часть из них остается там, часть идет, в смысле, за границей. Но часть-то и достаточно большая поступает в страну долларов. Куда она девается? На эти доллары мы покупаем технологии, прежде всего, конечно же, хотелось покупать. Но мы покупаем ширпотреб, конечно, в основном, тем самым поддерживая иностранных производителей всяких, но не своих. И поэтому вот здесь вот этот внешний торговый баланс – это фактор, который очень сильно влияет на курс доллара к рублю. Но не только он. Дело в том, что, ну, скажем, есть Центробанк, они поставили бюджетное правило, раньше курс доллара к рублю очень сильно зависел от курса нефти. Но сделали бюджетное правило. Все, что выше 44 долларов, значит, Центробанк отбирает. Вот. И, собственно говоря, это ослабило значительно зависимость курса рубля к доллару от цен на нефть. Кроме того, во внешнеторговом балансе очень здорово сейчас поднялось что? Зерно! Мы вышли на первое место по экспорту зерна. И это тоже начинает влиять на курс доллара к рублю. Металлы! Мы продаем за рубеж очень много сталь, там, титан, ну, прочее, алюминий. Вот. Это тоже влияет на курс доллара к рублю. Вы способны, так сказать, вот это уже параметры, которые есть, то есть нефть, зерно, металлы. Какой приток? Вы готовы отслеживать вот эти вот внешнеторговые потоки? Нет? Так вот, я вам скажу больше. Значит, смотрите, у нас есть ключевая ставка, которая управляет ЦБ в лице Набиулиной. И от чего зависит эта ставка? Ну, от брошки, которую она нацепила на себя, грубо говоря. То есть ЦБ, он либо стимулирует экономику, либо ее, значит, гасит своими высокими ставками. И он старается сделать нейтральную ставку. Почему? Потому что если рубль очень сильно укрепится, чего все мы так хотим, то что произойдет? А произойдет следующее. Но выручка экспортеров тут же упадет пропорционально. Кто такие экспортеры? Ну, Роснефть, там, Газпром и так далее, и так далее. Хотят они укрепления рубля? Конечно, нет. Потому что... И хочет ли государство укрепление рубля? Конечно, нет. Потому что это тут же снизит приток рублей в бюджет. А бюджет платит зарплату бюджетникам. Бюджет строит, ну, зарплату, так сказать, там, бюджетникам, зарплату госслужащим. А оплата всяких этих национальных проектов, она идет в рублях. И как только поток рублей в бюджет снизится, соответственно, ну, снизятся эти затраты. Поэтому рубль крепкий, конечно же, нашему правительству не нужен. Вот. И, конечно же, мы хотим, чтобы рубль, наше правительство, руководство страны хочет опустить рубль для того, чтобы поток долларов сюда увеличился, для того, чтобы покупали больше наши товары. Вот. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность наших товаров. Вот вы способны отследить, какая ставка нейтральная, ставка ЦБ. То есть, недавно Евгений Коган на своих всех ресурсах медиа решил провести опрос. Среди очень грамотных специалистов он опрашивал и спрашивает, а какая ставка, по вашему мнению, нейтральна в России? То есть, какая ставка не душит экономику, с одной стороны, то есть, ее стимулирует, но при этом, значит, она привлекательна остается. И сам Коган считает, например, что эта ставка в районе 3%, там, ну, скажем, Гуриев, по-моему, говорил, что в районе от 3 до 4%, кто-то говорит 4%. Ну, Коган там, по-моему, вообще говорил, что чуть ли не 2% стимулирующая ставка должна быть. То есть, мнение даже вот ведущих экономистов расходится. Они даже не знают, какая должна быть ставка, которая будет стимулировать развитие нашей экономики. Ну, а что уж о нас, грешных, которые, ну, извините, чайники. Ну, вот, я честно скажу, я в этом деле не разбираюсь. То есть, смотрите, если ставку, только мы понижаем ставку, а мы начинаем продавать свои ОФЗ. Кто покупает наши ОФЗ? Вы знаете кто? 30% покупателей наших облигаций – это иностранцы, не резиденты. Почему? Потому что они покупают, потому что это для них выгодно, потому что у нас ставки выше, чем у них. У них нулевые ставки, у нас ставка, там, 5%, 6%. Это им выгодно. Как только мы понижаем ставки, они, значит, начинают продавать эти ОФЗ. Соответственно, ОФЗ падает, ставка повышается, и, значит, они выводят доллары. Но это тоже фактор. Вы за этим следите. Вы следите за тем, сколько миллиардов долларов в день продает Центробанк. Сейчас он продает их, там, 10,4, там, по-моему, миллиарда долларов за день, там, скажем так, продает на рынке для того, чтобы, я не знаю, для чего. Вот, ну, нужно ему, он и продает. Вот, то есть за всеми этими параметрами надо следить, если вы хотите отслеживать курс доллара. Все там далеко неоднозначно. Поэтому я не занимаюсь долларами. Но это невозможно просто, потому что это гадание на кофейной гуще, грубо говоря. То есть я не могу отслеживать столько параметров. Гораздо проще покупать акции, потому что с акциями более-менее все понятно. Там более-менее можно посчитать. Ну, смотрите, есть компания, у которой просто вот можно посмотреть баланс. В балансе написано активы, пассивы, чистые активы. Что такое активы? Активы – это там основные средства, которые принадлежат компании. И, значит, ну, там остатки на счетах. Чистые активы – это активы за вычетом, ну, там амортизации, там еще чего-то. То есть там есть все эти параметры. Вот, есть прибыль компании. И есть чистая прибыль компании. То есть за вычетом, там, расходов, налогов и так далее. Вот зачем надо смотреть. И если мы возьмем вот этот вот баланс компании, то есть там четко написано, баланс компании такой-то. То есть это оценочная стоимость по бухгалтерии этой компании. Берем аудиторское заключение и смотрим, насколько верно все данные отражены. Но здесь уже, как бы, вопрос о доверии, значит, насколько там компания четко отразила. В России с этим немножечко посложнее, потому что там есть, как правило, холдинги, которые, значит, там из одной компании в другую денежки перетекают. Там трудно понять. Вот, но здесь хоть как-то можно разобраться. Потом, значит, смотрим количество выпущенных акций этой компании, количество акций в обращении. Делим суммарное количество акций на капитализацию, то есть на стоимость этой компании. Мы получаем примерную стоимость одной акции. Ее можно посчитать. А дальше мы смотрим так. Долги уменьшили, что у компании прибыль увеличилась. Так, ага, долговая нагрузка не очень. Значит, что? Значит, компания, скорее всего, ну, будет, она увеличивается в стоимости, значит, акция будет расти. Все. Если прибыль увеличивается, акция растет. Прибыль увеличивается, акция растет. Компания объявляет о том, что будет выплачивать дивиденды. Акция тем более растет, потому что, ну, люди, хорошие дивиденды хотят получить. Вот. Акции, компания говорит, не будем выплачивать дивиденды. Люди, ой, блин, надо продать их нахрен. Вот. Продают стоимость акции, какое-то время падает там. Ну, это легко можно предсказать. По доллару вы ничего не предскажете. Поэтому, поэтому я не занимаюсь долларами. Все инвесторы говорят, что диверсифицируйте свой портфель. И раскладывайте, ну, все активы в разные-разные корзины. Ну, в том числе и валютные. Вот. Но это у меня акции, это облигации, это различные ноты. Я об этом рассказываю. Это уже история для другого видео. И, ну, вон там, я думаю, что вы сейчас увидите значочек, где я показывал последний раз, там, инвестиции, там, в лесу. Вот. И я последний раз рассказывал прямо, ну, весь свой портфель. Вот. Показал и на американском рынке, и на российском. Там есть и валютные инструменты достаточно много, и российские инструменты. В рублях, и в валюте, и даже, я не знаю, так сказать, может быть, больше в долларах. Но я просто не спекулирую долларами. А на срочном рынке, срочный рынок как раз предназначен, просто он создан для спекуляций. Я занимаюсь как раз опционными стратегиями. То есть, если ожидается падение всех рынков, то, ну, однозначно на срочном рынке там фьючерсы или опционы. Потому что, ну, это выгоднее делать там. Поэтому я последнее время вот там, сейчас, и в основном у меня внимание на срочном рынке, на опционных стратегиях. Потому что, ну, честно говоря, я жду второй волны падения стоимости акций. Поэтому я последнее время не очень покупаю акции, скажем так. Может быть, и зря. Вот, я точно не покупаю валюту, но я занимаюсь построением опционных стратегий, которые приносят прибыль. Ну, это уже в другой раз об этом. На сегодня все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вы поняли мою позицию. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале.